здравствуйте мои дорогие подписчики гости канала с вами Женя вы на канале счастье в нас самих и сегодня настроение дня и советы на день как-то каждый день я в первую очередь о мой котик вам тоже сказал здрасте мяукает тут рядом ему кого-то из вас он почувствовал в первую очередь хочу поблагодарить вас всех за ваши прекрасные комментарии вы оставляете под моими видео за вашу поддержку за то что вы мне доверяете и за то что вы проходите практики их уже собралось целая коллекция собралась на моем канале и знаю что они рабочие и уже по обратной связи я еще и еще раз убеждаюсь что все работает и вы молодцы я восхищаюсь вами вы действительно стремитесь к счастью по умолчанию для меня это бесценно ну и сегодня я сделаю совет дня из колоды символон красивая очень колода там нету мастей там немножко по другое там действительно символика для тех кто еще не видел эту колоду но сегодня увидите ну и совет дня я выложу как я это делаю уже какое-то время прикипела я к этой колоде она действительно очень хорошо чувствует состояние и настроение дня и дает прекрасные советы ну как всегда три позиции выбирайте интуитивно выбирайте послонникам но я как всегда говорю что было бы здорово чтобы посмотрели все три тем более что в конце еще идет совет оракула и тогда создается картина дня и создается картина настроение и конечно же я в каждой позиции когда я что-то вижу я даю ценные указания ну и для того чтобы не но не ну и а для того чтобы ваш день проходил гладко интересно вдохновли и вдохновенно ой что-то я выговорить не могла ну что первая позиция вторая позиция и третья позиция ну и карту советов в конце для тех кто не выбрал позицию остановите видео и когда выберите включайте а я начинаю с первой позиции посмотрим что за настроение сегодня будет у вас по первой позиции ну что вы знаете эта карта мне всегда напоминает т.е. шута из колоды таро потому что это действительно карта беззаботности это карта легкости это карта знаете вот такого легкого взгляда на жизнь вот этим она как бы сходно с в принципе не только этим она практически всем сходно с картой шут она говорит о том что сегодня у вас будет беззаботный день что у вас какие-то вещи которые вы собираетесь делать они у вас еще только в зародыше и вы будете стараться сегодня смотреть на это все с точки зрения легкости как это сделать легче как подойти к чему-то легче и так же что еще могу сказать что сегодня действительно хорошо именно начать что-то это не знаю на каком я же можно говорить об на бытовом уровне можно говорить на шип на широком уровне сегодня хорошо было бы что-то начать если вы к чему-то готовились к началу чего-то не важно к началу ремонта к началу ну вот у нас в канаде сейчас идут отчеты по налогам так вот карта говорит о том что было бы здорово именно начать что путь открыт и если вы начнете это делать вот в ближайший день то будет намного вам не нам да намного легче вам прийти к результату быстрее быстрее единственное что смотрите сегодня осторожно смотрите по сторонам еще говорит эта карта смотрите по сторонам именно чтобы не оказаться в какой-то ситуации в которой из которой вам надо будет потом вылазить вот вот так я это вижу а так ну и конечно что эта карта вообще по большому счету еще говорит о том что вам надо пристальнее смотреть за собой именно отдыхать расслабляться не знаете как отгонять стресс от себя потому что если вы этого не будете делать может произойти такое что вы просто себя ну как я вот пытаюсь подобрать слово что вы очень устанете поэтому пытайтесь дать себе какой-то отдых именно посмотрите за собой вот так что а так прекрасная карта вы знаете вот такая беззаботность в ней но в ней есть еще другие смыслы тоже которые я вам озвучила вот такой интересный день у первой позиции смотрим по второй позиции по второй позиции будете вы сегодня целый день заняты заняты рутина и знаете вы заняты будете тем к чему вы привыкли вот вы привыкли каждый день делать одно и то же и сегодня этот день не будет отличаться от предыдущего единственное что вы почувствуете сегодня в конце дня какую-то усталость потому что будет столько мелких дел будет очень много мелких дел которые вам надо будет сегодня сделать и а иногда бывает знаете как что я здесь вижу что вроде бы вы себе раз планировали день вы распланировали что вот это у меня возьмет столько-то времени это у меня возьмет столько-то времени но когда вы физически начнете это делать ну физически это может быть не в полном смысле не в смысле слова физически физически не лопаты не копать а именно начнете делать вы увидите что оно у вас берет больше времени чем вы рассчитывали, и для того, чтобы вы не расстраивались, не раздражались, чтобы вы не вгоняли себя в стресс, я просто вас предупреждаю, дайте себе немножечко больше времени на те вещи, которые вы сегодня запланировали, лучше сделайте на одну вещь меньше, чем вы будете спешить, нервничать, дергаться, и вы же знаете, что стресс очень сильно влияет на наше состояние, после стресса ты чувствуешь себя как вымоченный лимон, так вот я вижу здесь, что если вы не поставите себе границы, не поставите себе, что я лучше сделаю меньше, но во-первых, это будет сделано более качественно, а во-вторых, вы будете спокойны, и вы будете как бы довольны, вы будете более довольны вашим днем, несмотря на то, что сделаете вот вы меньше, чем изначально вы себе запланировали, еще что я вижу здесь, у некоторых из вас, у вас сегодня могут позвонить ваши детки или прийти ваши детки, вот именно дети, вот именно младшее поколение могут дать о себе знать, для некоторых, я кстати иногда выкладывая вторую позицию, видимо у кого-то из вас детки не живут с вами, и конечно же наши детки иногда звонят, иногда не звонят, и вот мы, опять же, я уже сегодня ничего не жду, поэтому получаю звонки от моей дочери довольно-таки часто, за что я ей благодарна, а вот раньше, когда ждала, бывало по неску дней ждала, чего ждала, нет, подними трубку, позвони сама, ну это было, опять же, мы меняемся, жизнь меняется, окружение меняется, и отношение людей к вам меняется, поэтому сегодня я ничего не жду, и мне не за что расстраиваться, вот тут по второй позиции у некоторых из вас я вижу такую ситуацию, что кто-то, что детки дадут о себе знать, тут могу дать совет, но это я дам совет не только по карте, а исходя из своего опыта, даже если ваш ребенок, смотрите, неважно сколько лет вашему ребенку, даже если это взрослый, совершенно взрослый мужчина или женщина, вот, но он ваш ребенок, даже если давно не звонили, даже если не давали о себе знать там никаких сообщений, когда они появляются, никогда не журите их именно, вот, вот, ты не звонишь, тебе мама не нужна, вот, я просто вижу, что у некоторых из вас вот такое отношение, вы ждете, не ждите, наоборот, когда вы не ждете, и когда каждый раз, когда ваш ребенок звонит вам, вы радостны, вы показываете, что вы рады, что ребенок позвонил, я честно вам скажу, я даже всегда говорю моей дочери, спасибо за то, что она позвонила, хотя я вообще сегодня не смотрю, кто звонит, кто не звонит, я сама, если что, то я сама поднимаю трубку и звоню, и советую вам делать то же самое, и, конечно же, не ждать, потому что, когда ваши ожидания не оправданы, вы начинаете раздражаться, вот тут я вижу такую ситуацию, раздражаться, обижаться, а раздражаться, обижаться, это уже низкие вибрации, и это уже негатив, который вы притягиваете к себе же, вы попробуйте, просто попробуйте, хотя бы один раз, даже если ваш ребенок, действительно, я знаю, что бывает, что дети, когда они взрослые, они бывают очень заняты, слушайте, у них своя жизнь, и долго не звонят, были времена, через все это, почему я вам это все советую и говорю, потому что я сама через это проходила, и знаю разницу между мною тогда и мною сейчас, и знаю, как мой ребенок, с какой радостью мой ребенок звонит мне и общается со мной сейчас, потому что знает, что всегда мама встретит ее с улыбкой и с радостью, что она позвонила, так что это мой совет, выбор, конечно, ваш, но я советую вам, ничего не ждите, а просто радуйтесь, когда дети звонят, приезжают, приходят, и не надо их воспитывать, это только отталкивает, вы знаете, воспитывать надо, пока они маленькие, и то воспитывать, есть, но это уже тема другого видео, здесь мы об этом говорить не будем, вот, так что все советы дала, предостережения тоже, вперед, мои дорогие, ну и третья позиция, посмотрим по третьей позиции, что-то по третьей позиции вы самоедство, знаете, как сами себя кушаете, вы сами себя ограничиваете в чем-то сегодня, у вас, у меня такое чувство, что вы чем-то расстроены, и вот то, что-то не идет так, как вы хотите, что-то не приходит так, как вы хотите, вы пытаетесь чего-то добиться, вот именно добиться, здесь я вижу, что вы пытаетесь чего-то добиться, но вы сами себе ставите какие-то ограничения, а потом сами пожинаете плоды этих ограничений, и у вас сегодня вот это настроение, что что бы я ни делала, что бы я ни делал, я возвращаюсь туда же, тут, опять же, я, как всегда, возвращаюсь к своему коньку, к закону притяжения, мои дорогие, поменяйте то, как вы мыслите, поменяйте, если, вот, опять же, я даю эту технику часто, лист бумаги, потому что я чувствую, что здесь у вас какой-то у вас негатив внутри, который вы никак не можете поменять на позитив, не знаете как, вот такое ощущение, что вы пытаетесь найти выход из чего-то, и вы не можете, но это только потому, что у вас внутри какое-то идет ограничение, которое возвращает вас к предыдущему опыту, а опыт был, скорее всего, негативный, и я вижу, что вам очень тяжело оставить этот опыт в прошлом, я знаю, что это тяжело, да, с этим надо работать, да, у меня на канале есть практика Хапа-Напоно, которая прекрасно гармонизирует все, и гармонизирует ваше состояние, избавление от обид, прощение, вот, практика прощения, это простить, отпустить, чтобы всех простить и себя, самое главное себя, потому что здесь я еще вижу, что вы себя ругаете, вы почему-то во всем, что сейчас у вас происходит, вы вините себя, а в чем вы виноваты, подумайте об этом, в чем, в том, что сегодня дождь, или в том, что сегодня дождь, или в том, что сегодня снег, или в том, что, ну, я на, за рулем, когда, или в том, что красные светофоры постоянно, пока едешь на работу, или автобус медленно едет, вы, вы не виноваты, вы понимаете, что, виня себя, вы себя еще больше заталкиваете куда-то в негатив, никогда не вините себя, первое, если что-то в вашей жизни происходит, что вам не нравится, вот я сейчас говорю опять эту практику, лист бумаги, и на листе бумаги графа, посередине вы делите лист бумаги, и с одной стороны вы пишите все, весь негатив, который у вас в голове сейчас, все, неважно, тут уже, знаете, как мозговой штурм себе сделайте, возьмите 15 минут и делайте это каждый раз, когда вы почувствуете этот негатив, пишите весь негатив, рядом колоночка, где вот каждое предложение, вы его меняете из негативного в позитивное, даже если вам кажется, что это невозможно, все возможно, даже самые невероятные вещи возможны, так что, есть, есть из всего, есть выход, но еще нету неправильных решений, если вы приняли определенное решение, значит, на это были причины, единственное, что, если то, что происходит дальше, вам не нравится, значит, надо пересмотреть свое отношение к ситуации, только так, и тогда ситуация будет потом подстраиваться под вас, поэтому освобождайтесь, освобождайтесь, и это все в ваших руках, вот, самое же главное, все, что я говорю, неважно по каким позициям, неважно где, неважно как, неважно какой расклад, чтобы вы знали, что вы сами хозяева своей жизни, и вы хозяева своих мыслей, и когда вы начинаете отслеживать свои мысли, я вплоть до того, что я где-то месяц-полтора я записывала их, я их просто записывала каждый день в свои мысли, чтобы проверить, работает ли закон притяжения, поверьте, мои дорогие, работает, через какое-то время я просто могла по своим прошлым мыслям отследить, что будет происходить в тот или иной день, единственное, что вот разбег, когда Вселенная все это воспроизводит, разбег бывает разный, но все равно оно идет в последовательности, так что пробуйте, и вы просто по-хорошему поразитесь результатом, и вы поймете, что все зависит только от вас, я здесь только, чтобы как бы направить вас немножко, для того, чтобы объяснить вам, может быть, то, что вы раньше и не слышали, или не верили раньше в это, но я вам говорю из своего опыта, так что дерзайте. Вот такой интересный день от беззаботности к работе, а потом к раскрепощению, что ли, раскрепоститесь, вот. Ну и теперь посмотрим, что нам скажет мистическая мудрость. Дружба. Интересная карта. Дорожите вашими отношениями. Вот как-то так решил сегодня мистическая мудрость выдать совет дня. Может быть, для кого-то из вас, для некоторых из вас вообще что-то актуальное. Кстати, вот по третьей позиции я еще вижу, вот как только вышла эта карта, что что-то связанное с личными отношениями у вас. Карта говорит о том, что дорожите своими отношениями. А если вы действительно со всеми ими недовольны, меняйтесь сами, отношения изменятся. Измените свое отношение к вашим отношениям. Вот. Ух, хорошо сказал. И тогда все выровняется. А так очень красивая карта. Очень. Я просто любуюсь этой колодой, любуюсь этими картами всегда. Поэтому как-то так. Ну вот. Люблю я, когда предсказываю на чем-то, знаете, не просто на Таро, а вот люблю оракулы, люблю разные. Даже на Ленорман люблю предсказывать. Даже на каждый день. Хотя Ленорман я обычно использую только для раскладов на любовь. Честно говорю. Так вот все остальные расклады делаю на Таро или на оракуле. Так вот оракул, символон, это просто кладезь информации. И я говорю основные тенденции. Потому что если я буду говорить все, то я вам хочу сказать, вы будете смотреть одно вот это малюсенькое видео целый день. Оно уже будет не малюсенькое. Ну вот. На сегодня все. Прежде чем я закончу, если хотите, как я, предсказывать на чем угодно. На многих инструментах, давайте-ка так, то присоединяйтесь к нам, феечкам и волшебницам. Да, у меня есть девочки, которые называют меня феечкой. И я благодарю вас, мои дорогие. Вот. Присоединяйтесь к нам на курсе, на курс по искусству предсказаний Алены Ариес, который я благополучно закончила. Я вообще закончила все виды обучения, которые у Алены были. И я хочу вам сказать, что кроме того, что я действительно получаю огромное удовольствие, предсказывая, я получаю огромное удовольствие, когда я могу помочь, когда идет личная консультация, и я разговариваю с квирентом, так называется, оказывается, второй, я раньше не знала. Кстати, понравилось мне со временем это слово. И разговариваю с человеком, и я понимаю, что я чувствую его проблемы, задачи, и понимаю, что он со мной на одной волне, и я могу помочь. Это просто такое вдохновение, это такое обалденное чувство. Так, вы же понимаете, что азы были даны, вот начало, и вообще, это курс по искусству предсказаний, где, да, действительно, я научилась не просто читать карты, а подключаться к информационному полю Вселенной и читать информацию. Поэтому я очень часто, не очень, я практически всегда чувствую вас. Вот, опять же, это общий расклад. Точность его зависит только от вашей интуиции. И если есть какие-то задачи, какие-то проблемы, которые надо решить, я счастлива вам помочь. Записывайтесь на личную консультацию. Сейчас опять возвращаюсь к курсу. Ссылочка на курс по искусству предсказаний под этим видео. Советую начать с бесплатного турбо-марафона, где вы получите азы предсказаний и действительно поймете, какой вид обучения вы хотите. Так что присоединяйтесь. А на этом все. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайк для обмена энергии и для того, чтобы получить мою позитивную энергию, которую я вам даю. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео, мои новые практики, которые в работе. У меня в работе еще пару практик. Скоро я их выпущу. И еще несколько видео у меня уже есть темы. Я только сейчас работаю над сценарием. И для того, чтобы это не пропустить, нажимайте на колокольчик. Продолжаем эстафету. Пишите пожелания другим людям всего того, что вы хотите получить сами. И вы же понимаете, по закону бумеранга, по закону притяжения, все, что вы даете, вы получаете. Вы получите это. И это принесет вам счастье, потому что то, что вы будете желать другим людям, это то, чего вы хотите достичь. А получив это, это же счастье. Ну вот, вроде все сказала. На этом все. Увидимся очень-очень скоро. Люблю вас, мои дорогие. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok